Одно нажатие кнопки и лифт тронулся. В доме 23 по улице Гоголя появился новый подъемник. С прежним не сравнить, говорят жильцы. Бесшумный, быстрый, с датчиками движения. Изда на старом лифте напоминала игру в русскую рулетку. Довезет или нет? Они останавливаются не на уровне этажа. Во-вторых, они скрипят, болтаются и очень часто останавливаются. Приходится вызывать аварийную службу. Впервые за 31 год в этой многоэтажке Краснодара меняют лифты. Лифт современный, энергоэффективный. То есть тратит меньше электроэнергии, а значит и суммы в платежках собственников за общедомовое имущество уменьшатся. Более удобную панель управления, более совершенный механизм полностью запуска всей кабины. Классы энергопотребления ниже, за счет чего получается экономить потребляемую электроэнергию процентов до 10-15 в месяц. Лифты в доме 23 по улице Гоголя меняют за счет денег из фонда капитального ремонта. Подъемные механизмы обновили, отремонтировали машинное отделение, модернизировали диспетчерскую связь. И несмотря на то, что жильцы этой многоэтажки на замену подъемников полностью не накопили. Недостающую сумму заняли у тех домов, где ремонт еще не требуется. За время действия программы в Краснодарском крае поменяли 228 лифтов. На подходе еще 199. Подожди, а сейчас шлифа отрежет. По всему краю в аварийном состоянии находится чуть больше 2000 лифтов. Их замена – часть программы капитального ремонта. Но до некоторых домов он дойдет только лет через 5-10, а подъемникам уже страшно пользоваться. Чтобы ускорить процесс и обновить как можно больше лифтов, в Краснодарском крае в текущем году выделят дополнительные деньги. Каждый год доведен определенный лимит использования денежных средств собственников на проведение ремонта. И вот когда мы по 2018 году сложили те заявки, которые к нам поступили от муниципалитета, получилась экономия. В денежном выражении это 590 миллионов рублей. Около 300 лифтов – это 155 домов по 12 муниципальным образованиям. Ремонт лифтов, замена газового оборудования и обновление кровли – одни из самых популярных работ по капремонту в регионе. В краевую программу включены 18 185 многоквартирных домов. А общий размер фонда – почти 4,5 миллиарда рублей. Основное требование, о котором говорят не только жильцы многоэтажек, но и губернатор – прозрачность всех работ. Люди должны понимать, сколько денег, на что и когда будет потрачено. В чем им нельзя отказать – это в прозрачности и в понимании, на самом деле, куда уходят деньги и когда отремонтируют дом. Вот этот вопрос сегодня самый главный. И здесь все равно мы не должны от него отмахиваться. Тут должно быть просто понятно и прозрачно всем жильцам многоквартирного дома, когда их дом попадет под ремонт, капитальный ремонт, когда им крышу наконец-то сделают, которая бежит. Или когда в целом хоть какой-то ремонт или какая-то польза от того, что они платят 5 рублей 30 чем-то копеек за квадратный метр, все-таки будет. Вот здесь люди правы. Мы должны первые идти к людям и объяснять им, когда они получат результат от того, что они платят за ремонт этого многоквартирного дома ежемесячно, определенную сумму. И вот здесь люди, еще раз подчеркну, должны знать, когда будет отдача. С 2016 года план выполнен на 97%. Было в плане 504 дома, отремонтировано 488 домов. 6 домов ведутся прием к Ростехнадзорам по лифтам. То есть эти все работы будут завершены в этом году. Вопросов нет. Что касается 2017 года, все сформировано. Планом предусматривается 847 домов. Сейчас завершены в 444 домах. О том, что люди стали больше доверять фонду капитального ремонта, говорит статистика собираемости взносов. Если в начале запуска программы в крае наполняемость копилки не превышала 11%, то в конце прошлого года этот показатель достиг 73%. Александр Иванченко, Анастасия Дишина, Михаил Власенко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.